Здравствуйте, друзья. В эфире канал Нью Рашворд. С вами я, Юрий Гемельфард. И сегодня у нас в гостях человек, которого вы, безусловно, хорошо знаете и любите. Это европейский политик, президент Европейской Ассоциации Ингушей, Ибрагим Ильянов. Привет, Ибрагим. Привет, Юрий. Ибрагим, ну, прежде всего, с наступающим тебя Новым Годом, с наступающим Новым Годом всех ингушей, но тема сегодня не очень хорошая. Дело в том, что, как стало известно, эксперты опубликовали рейтинг худших городов России по качеству управления и 10 худших городов. Но меня поразило, что два города из Ингушетии из одного региона, это Насрань и Магаз, они попали в этот антирейтинг. Случай вообще мировой истории беспрецедентный. Но, как говорится, ладно бы только это. Дело в том, что пару недель назад был опубликован уровень безработицы по Российской Федерации. И в этом рейтинге российских регионов по уровню безработицы Ингушетия, моя любимая Ингушетия, заняла последнее место. При этом уровень безработицы там назван 30,5 процентов. В два раза больше, чем у республики Дагестан. Слушай, у меня один только вопрос, Ибрагим. Это вообще беспрецедентный случай в мировой истории. У меня вопрос, кто до этого довел? Ну что ж, я присоединяюсь к твоим поздравлениям. Я тоже хочу поздравить тебя и всех людей в мире с наступающим Новым годом, чтобы Новый год принес всем счастье, чтобы не было ни войн, ни каких-то катаклизм, чтобы вот эта пандемия ушла быстрее, и чтобы люди обрели покой, счастье и радость. Я это желаю всем. Но насчет того, что происходит сегодня в Ингушетии, кто виноват в этом? Кто виноват в этом? Но, прежде всего, это первый, это кто? Глава империи Путин. Это первый. Второй, это бывший наместник, так как называемый там руководитель Ингушетии, генерал-полковник Евкуров, которому сейчас дали генерала-полковника за четкую проделанную работу по уничтожению Ингушетии. И он за это получил генерала-полковника. Вообщем, он виноват. Он виноват. Он оборвал эту республику. Он занимался личным обогащением, убийством, похищением. Ему было наплевать на эту республику. Он обогащал свою родню Юра. Поэтому эти сегодня два города стали самыми последними в Российской Федерации. Конечно, все это шло к этому. Но Ингушетию, ты сам видишь, сколько лет ты занимаешься этой Ингушетии. Постоянно били. Кнут, кнут, кнут. Били постоянно. Она не поощрялась, как в соседней республике. Нам ничего не давали. У Путина, вот знаешь, у Путина это бельмо в глазах этой Ингушетии. Не знаю, почему он так не излюбил Ингушетии и нашу республику, но за то, что мы не поддаемся, за то, что мы не становимся пехотинцами, за то, что мы не становимся перед Путиным в кроличью стойку, может за это, но как бы там Путин не вертелся бы, никогда мы кроличью стойку перед ним не станем. Он может убивать, он может похищать, он может сажать Ингушей, девушек, женщин, стариков, он может сажать, но на колени он не поставит и кроличью стойку не поставит, потому что мы не пехотинцы Путина. Вот в этом. И вот дальше, вот смотри, насчет того, что вот эти два города Назрани и Магаз, хотя Магаз это новая столица Ингушетии, по-нормальному новая столица любого государства, она должна отвести, правильно? Она должна радовать жителей, что вот новая столица, там должны быть грандиозные стройки, все это, но этого ничего нету. Почему нету? Почему? Первое, как вот мы говорили, да, несколько минут назад, что во всем это виноват Евкуров, обворовал эту республику, он загнал в долговую яму эту республику. И, ладно, Евкурова себе выкинули теперь, убрали его, все, он ушел с позором. Но сегодня назначили Калематова. Калематов, это прокурор, у него, вот он профессия, прокурор. А мы же с тобой прекрасно знаем, и я, и ты, и все россияне, вот там живущие, те же ингуши, все-все знают, кто такой прокурор России. Это же вор, хапуга, взяточник. Понимаешь? Он не созидатель, он не строитель, он ничего не будет, он не экономист, он никто. Он просто будет брать взятки. Это его профессия. Он учился на эту профессию, чтобы грабить людей. Покажи мне хоть одного честного прокурора Российской Федерации. Нет? Потом дальше. Ну, я, ну, минуточку, но мы же с тобой летом делали репортаж о том, что врачам в период пандемии, меня это взбесило просто, врачам скорой помощи не платят зарплату. Такой дикий уровень безработицы, ты понимаешь, но это, извини меня, это, я это уже расцениваю, ну, просто как диверсию. Это реальная диверсия против ингушей. Реальная диверсия против республики. Да что же это такое? Ты понимаешь? И это вот все, это накладывается на вот этот совершенно безумный, ну, я это по-другому назвать не могу, безумный приговор вот этим ингушским политзаключенным. Да что же это такое? Ты понимаешь, это вот у меня одно слово. Диверсия. Целенаправленная диверсия. Они что, геноцид, что ли, в республике устраивают? Они вообще, что ли, берега потеряли? К сожалению, Юра, к большому сожалению, я с тобой согласен в этом, что это действительно геноцид ингушского народа. Это целенаправлено сегодня, если честно сказать, все, все, я не беру, частных людей есть. Очень вот эти все республики предали ингушскую республику. Поддерживай. Вот давай возьмем сегодня состав руководства ингушской республики. Вот ингушская республика, она в составе Российской Федерации. Да, вот берем. Министр по национальности должен быть кто? Ингуш? Нормальный ингуш. Это нацполитика. Должен быть ингуш под национальностями. Ну, там сегодня какой-то там волков или шакалов, я не знаю, поставили. Ну, кто такой? Он в жизни не будет. Национальную политику вести в ингушской республике, понимаешь? Потому что у него одна цель у этого шакала набить карманы и соскочить в сторону. Это раз. Председатель правительства, залетный. Ну, вот он, он же не будет в жизни жить в этой республике, понимаешь? Он никогда не будет созидать там. Он ничего не будет для этой республики делать. Его тоже цель, это трамплин. Заработать и выше, дальше пошел. Министр внутренних дел. Тоже залетный. Он опять кто? Хапуга. Он тоже. Он не заинтересован. Потому что если был бы министр, допустим, ингуш внутренних дел, он всех знает. Он все тейпы знает, адаты знает. Все, что там происходит, он руководил бы нормально МВД. Правильно? Прокурор возьми кто? Тоже залетный. Он что? Все ключевые места, Юра, все ключевые места захватили залетные. А залетных кто завез? Наш уважаемый Калематов. Он всех собой вот притащил туда вот своих собутильников. И они пили эту республику. Поэтому то, что вот этот Ювкуров не успел добить, это добивает. Но чем он лучше этого Ювкурова? Просто одним он лучше, чем то, что он не похищает и не убивает людей. Но грабит то же самое. Он обогащается. Почему? Потому что Москва им отдала вот эту республику и сказала, ребята, вот занимайтесь своими делами. Пусть и красная линия. Вот в политику. Он открыто говорит, я в политике не участвую. Представь себе, руководитель, да, вот президент республики Ингушетия, который говорит, я в политике не участвую. Ты же уже автоматически, когда ты сел на это вот это кресло, руководить республикой, ты автоматически становишься. Если ты не хочешь заниматься политикой, тогда уходи, уходи, оставь эту республику, оставь этот бедный народ. Мы сами как-то разберемся. Сегодня уже это республика. Да, Ибрагим, я абсолютно с тобой согласен. Я полностью с тобой согласен. Но в этой ситуации у меня уже такой вопрос. Вот обрати внимание. Был Евкуров неизбранный, назначенный. Калематов назначенный. Да, 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 да. Да, я слушаю. Калематов назначенный. Как и Евкуров назначенный. Что просили Ингуши, пардон, два года назад? Дайте возможность избрать своего руководителя, с которого мы будем драть три шкуры или 33, если он будет делать нехорошо. Нет, Москва идет по тем же граблям. У меня вопрос. Это глупость или цель? Это, знаешь, Юра, это не глупость. Это если глупость была бы, ладно бы, еще как бы ты там пережили бы это все. Но это целенаправленно делается. Это специально делается. Чтобы вот эта республика, она не состоялась, понимаешь, чтобы люди там не вздохнули, знаешь, чтобы спокойно не жили люди. Понимаешь, вот определенные люди в этом Кремле, начиная от Вовы Путина и кончая там вокруг него вот этих там пильщиков, да, вот. Вот они вот эту республику убивают. Значит, цель есть какая-то, цель, цель. Но я вот, я лично вижу в этом, что они вот в любом случае не хотят, первое, исполнить закон о реабилитации репрессивных народов. Это для них бомба, понимаешь? Если они исполнят, они должны все вернуть Ингушам, но они этого не делают. Вот чтобы закон о реабилитации репрессивных народов не выполнить, они готовы уничтожить республику Ингушетия, расформировать ее в угоду нашим соседям. Вот это цель. Нету республики, нету ингушеской национальности, и это закончено. Значит, закон о реабилитации репрессивных народов можно просто порвать и выкинуть. Понимаешь? Почему? Потому что сегодня, вот посмотри, сам больше, кто требует из всех репрессированных народов в бывшем Советском Союзе, больше всех требует исполнения этого закона. Кто? Ингуши. На что мешает? Ингуши мешают. Ингуши мешают. Но сегодня лезть в Украину, лезть в Сирию, лезть там в Турцию, там в Ирак, ну везде мы можем, а у себя под носом, у себя под носом мы не можем навести порядок, о чем-то говорить с этими людьми. Это для меня просто это банда, бандиты, даже, ну бандитами даже можно не назвать, дворняжки захватили вот эту атомную бомбу, кнопочку, и диктуют, диктуют всему миру. Хотят, вот уже они поняли, что они изгой, понимаешь, вот эта власть, их изгой загнали, и они сейчас уже шантажируют мир атомной войной. А к чему это все идет? К чему это все идет? Да, я соглашусь. Вот закон какой-то новый придумали там о массовых захоронениях. К чему они людей готовят? Ну вот я бы там еще, знаешь, было бы приятно, если они сказали, ребята, давайте будем пахать землю, урожай собирать там, еще что-то, а тут смотри, массовое захоронение. А кого ты хочешь? Значит, ты явно уже готовишь народ к войне. Но он одно забывает, он забывает одно, что раньше, когда вот была война с Гитлером, вот Власов два раза армию сдал, два раза сдал армии. И он думает, что вот сейчас эта война начнется, и россияне пойдут за него воевать. Да там 99% россияне уйдут в сторону, не будут за него воевать, никто не хочет за него воевать. За кого воевать? За Путина, который ограбил этот народ, который уничтожил этот народ? Никто не будет, и я вот тоже призываю всех россиян, не участвовать в этом бардаке. За кого? За кого? Было бы, ладно, я вот согласен, если было бы действительно стоящее руководство, понимаешь, за кого жизнь даже отдать не жалко, но за кого отдавать? За того, который грабил всю жизнь, уничтожал этот народ, гнобил этот народ, и за него идти куда-то воевать? Это нужно быть умалишенным? Я так считаю. Это мое мнение. Я согласен с тобой. Но могу еще сказать, за дворцы Путина, за яхты Абрамовича, за яхты Усманова, за, так сказать, за Ротенберга, за Тимченко, за Дерипаску. Ну, он есть много хороших кандидатов. Ибрагим, спасибо тебе огромное за интереснейшую беседу. Дорогие мои ингуши, я поздравляю вас с наступающим Новым Годом. И вот перед тем, как мы закончим, я хочу еще раз сказать свободу ингушским политзаключенным. Прекратите это позорище. Прекратите, но вы же перед всем миром позоритесь, что вы невинных людей, что вы девушку Зарифуса Утиева, что вы старика Ахмеда Барахоева мурыжите. Но прекратите же это, наконец. Я хочу пожелать всем россиянам хорошего Нового Года. Но, друзья, как всегда же, я напоминаю, выводы делать только вам. И никогда не унывайте. Никогда. До встречи, друзья. С наступающим Новым Годом. И выводы делать только вам. Пока. С наступающим Новым Годом.